ипотека для многих казахстанцев это единственная возможность купить квартиру кредиты на покупку жилья бывают разные как выбрать ипотеку на что смотреть и почему некоторые эксперты уверяют что на ипотечном кредите можно заработать расскажем сегодня я гульна рожендогулова и эта программа народная экономика ипотека кредит на приобретение жилья в этом случае в залог идет квартира дом приобретенная на деньги полученные от банка это самый распространенный вид ипотеки сегодня почти каждый четвертый кредит в казахстанских банках выдается на покупку жилья при этом объем ипотеки стране растет уже несколько лет подряд но взять ипотечный кредит самое легкое из всей процедуры самое сложное начинается потом когда стартует первые выплаты по счетам и в итоге ипотека остается для многих семей тяжелым грузом если правильно оценить свои финансовые возможности рассчитать силы эту ипотека может стать незаменимым инструментом приобретение жилья многие люди ведясь на рекламу бегут банки оформлять ипотеку а затем осознают что какой кредит они просто не потянут и загонять сюда в долговую яму ипотека может стать максимально выгодной в том случае если вы обладаете солидной суммы которую вы можете внести в качестве первоначального взноса от этой суммы будут исходить дальнейшие расчеты неся сразу же крупную сумму вы сможете уменьшить размер ежемесячного платежа и следовательно размер переплаты в чем сложность ипотеки во первых в долготе выплат во вторых в первоначальном взносе именно поэтому эксперты советуют хорошенько взвесить все за и против перед тем как взять кредит для начала финансисты предлагают ответить на несколько вопросов сколько у меня денег на первоначальный взнос и какую сумму мне нужно взять в кредит какую часть своего дохода я готов ежемесячно отдавать банку для погашения кредита и в течение какого периода мне по силам это делать не стоит забывать что немаловажную роль играет и финансовое состояние человека бывает так что человек просто не может позволить себе взять жилищный заим так как для покупки квартиры под ипотеку необходимо внести первоначальный взнос как правило в размере от 10 до 20 процентов стоимости жилья для того чтобы постараться ответить на данный вопрос нужно рассмотреть все плюсы и минусы аренды и ипотеки и отталкиваясь от реальных цифр реальные цифры это ваши доходы и грядущие расходы и тут в первую очередь важно реально оценивать стабильность первых если ваши платежи по кредиту будут превышать одну вторую вашего годового дохода то есть риск не справиться с выплатой кредита то есть если вы молодая семья не у вас достаточный доход для того чтобы взять ипотеку и и выплачивать без проблем ok можно взять ипотеку и уже жить в своем жилье но при этом надо быть готовым потому что вам надо будет не менее 15 20 лет выплачивать ипотеку но вы не не должны терять доход потому что вы нам случае просто банк заберет вашу квартиру и вы сразу потеряете вот это свое свое жилье не торопитесь будьте разборчивы и сравните предложения разных банков внимательно изучите условия договора ведь ипотечный кредит бывает довольно дешевым для сравнения ставки по государственной программе даже ниже уровня официальной инфляции следовательно ли вы платите за это либо сами полу зарабатывать на этом то есть вам платят вот и вся разница вот в капиталистической системе вы либо кому-то платите и тратите либо вам платят и зарабатывать как бы там нет посередине на там инфляция на практике тоже что и рост цен является неотъемлемой частью экономической жизни многих стран и не представляет собой опасности до тех пор пока государство может контролировать по другому обстоят дела когда происходит сравнительно рост цен можно точно сказать что до тех пор пока инфляция находится на естественном уровне не превышает 10-12 процентов год никакой угрозы для лица оплачивающих ипотеку она не несет более того при условии индексации заработной платы по ее уровне ваша кредитная нагрузка будет постепенно уменьшаться ввиду того что доля бюджета которую вы затачиваете на платежи банк будет снижаться но тут речь идет исключительно о дешевых государственных кредитах кредиты банка второго уровня удовольствие которое могут позволить себе не все эксперты говорят что основная причина просрочек по ипотечным займам связано даже не с форс-мажорными обстоятельствами и потерей работы а с переоценкой своих финансовых возможностей очевидно что финансовый расклад доказывает выгодность ипотеки однако не стоит не изучив всех нюансов бежать банк и оформлять ипотеку если у вас нет уверенности в своем завтрашнем финансовом положении то внесенные первоначально взносы и текущие выплаты по кредиту просто уйдут банку в таком случае лучше подкопить достаточную сумму и принять участие в одной из государственных программ ипотеку стоит брать в случае если у вас есть работа и стабильный доход выше среднего и самый удачный вариант купить квартиру и сдать ее в аренду подойдет людям у которых уже имеется как минимум одно собственное жилье успех данного способа зависит от таких факторов как характеристик самой квартиры первоначального взноса ставки по ипотечным кредиту сроки ипотеки арендных платежей если вы решились брать ипотеку для сдачи в аренду то поиску квартиры следует подойти ответственно так как не каждый объект можно выгодно стать если вы берете квартиру в качестве запасного источника доходов то прежде всего нужно ориентироваться на запросы арендного рынка квартира небольшой квадратуры в популярных районах со средним ремонтом при этом износ и амортизация имеет место быть в общем куча факторов поэтому опять же здесь сложно сказать однозначно что это выход для того чтобы взять квартиру и ипотеку ее потом сдавать и сделать из этого актив потому что при этом надо еще самому найти жилье куда переехать и снимать эксперты рекомендуют обратить внимание на небольшие одно двухкомнатной квартиры с функциональными планировками а также студии условия для ипотечного кредита который вы хотите покрывать арендой это одно арендная плата не должна быть ниже ежемесячного плача по кредиту еще будет лучше чтобы она была больше очень большую роль играет первоначальный взнос чем больше вы внесете тем меньше сумма ипотеки следовательно сумма переплаты наиболее выгодно будет нести максимально возможную сумму сразу что снизит размер ежемесячного плача и приблизить его к размеру арендной платы но морально нужно быть готовым к такой ситуации когда инфляция будет расти кредит становиться дешевле и влиять параллельно абсолютно на все аспекты экономики то есть удешевлением кредита вырастут цены если доход заемщика не индексируется хотя бы до уровня инфляции то и такой кредит может стать обузой у нас принято думать что сейчас я возьму квартиру ипотеку потом ее сдам и заемщик будет гасить ипотеку за счет дохода от сдачи квартиры но тут опять все упирается в расчет то есть надо посмотреть под какие условия вы взяли ипотеку и ключевое покрывает ли доход от сдачи квартиры ежемесячный платеж гсв покажет вам полную стоимость вашей ипотеки эффективная процентная ставка подразумевает все расходы размеры и сроки уплаты которых известны на момент заключения договора еще несколько правил которые лучше знать до того как вы соберетесь брать кредит на покупку жилья по изменившимся в казахстане правилам валютный кредит вам дадут только в том случае если ваш доход вы получаете валюте изменения были приняты после того как в результате девальвации валютная ипотека подорожала настолько что ее заемщикам стало трудно платить берете ипотеку обратите внимание на три основных показателя процентную ставку величину комиссии и сумму ежемесячного платежа также нужно постараться погашать кредит досрочно внося сумму больше минимального ежемесячного платежа на себя минимальные платежи вы только увеличиваете проценты по кредиту не погашать основной долг следовательно переплачиваете банку огромную сумму на успешное погашение ипотеки могут влиять множество факторов включая внешний такие как инфляция однако необходимо помнить что ни один банк не будет работать себе в убыток поэтому ставки по кредиту всегда будут выше чем уровень инфляции это была программа народная экономика мы докажем вам что каждое даже небольшое изменение на финансовом рынке может иметь большое значение для ваших финансов вместе с вами мы заглянем денежные копилки правительств государств и посчитаем и чужие деньги и подумаем как сохранить свои с вами была гульнара жандагулова и